И всем привет дорогие друзья! В этой 14 серии мы наконец-то пройдем полностью все квесты в ивенте Дюшес. Расскажу вам как и что, где брать груши, где они спавнятся и многое-многое другое. Как говорится, уж лучше поздно, чем никогда. И сразу вам скажу, что квесты супер легкие и максимально быстрые. Так что погнали! Заходим в меню ивента и нас встречают задания. Лопнув все шарики, мы получим скин Дюшеса, кейс и 50к. Один шарик я уже лопал и в нем было пусто. Лопаю второй и получаю задание купить любую одежду. Отмечаем на карте, ближайший тут рядом, добегаю. Вход и цены конечно кошмар. Если хотите экономить, то езжайте лучше в магазины, которые в захолустьях. Там и вход бесплатный и накрутка будет минимальной. Покупаю тут самый дешевый скин за 52к. Мне начисляют 50 груш и следующая попытка будет ровно через час. Тут в общем каждый час выпадают разные рандомные задания. По балансу у меня уже 195 груш. И это все я нафармил, когда искал тыквы. Я находил и груши, смотрите в общем на записи. Вот одну грушу нашел прямо около входа на спавне. Вторую на СТО. Вот тут крутится. Третью по дороге. И в общем с ними точно такая же история, как и с тыквами. Теперь переходим во вкладку Плот. Тут нам нужно выполнить 6 заданий, за которые тоже получим нехилые награды. Отмечаем первое на карте. И нам нужно отправиться в Арзамас. Забираю свою новенькую БМВ. Доезжаем. И тут стоит Максута. Подходим к нему и первое, что он нас просит сделать, так это купить веревку и пилу в любом 24 на 7. Ближайший находится очень рядом. Можно было даже и пешочком добежать. Ну и конечно же цена за вход 5000. Здравствуйте. Владелец бизнеса по-любому просек, что все бегут именно сюда. За это я его не осуждаю, а наоборот он молодец. И еще раз повторю, для экономии лучше езжайте в другие места. Тут в общем покупаем пилу и веревку за 900 рублей. Задание успешно выполнено. Нам начисляют 70 груш. Возвращаемся обратно. И теперь в новом задании наша задача отправиться в Южный и срубить дерево. Это место находится почти на въезде. Подбегаем тут к любому дереву. И у нас автоматом выполняется задание. Получаем награду 100 груш и едем обратно к Максуте. В следующем задании нам дают пустые бутылки, чтобы мы их наполнили. Отправляемся на красную метку на стоянку уборщиков. Тут просто подходим к цистерне с водой. И задание также успешно выполняется. Плюс 90 груш. Следующее задание все для комфорта. Наша задача поработать на шахте и добыть парочку углей. Набираемся, устраиваемся и залетаем в шахту. Просто работаем. Наша главная цель это добыть ровно 200 килограмм. На это понадобится минут 5, а то и вовсе меньше. В общем по-быстрому все добываю. Отношу последний ящик с рудой и квест успешно выполнен. По награде получаю 150 груш. Забегая наперед скажу вам, что это было самое сложное задание из всех этих квестов. Так что обязательно это все проходите. Это реальная халява. И не забывайте, что промокод lmike тоже халява. На любом сервере его вводите и он вам даст гелик 30к и випку на неделю. Предпоследнее задание место для ночлега. Задача купить палатку. Значит заходим мы в меню ивента. Далее магазин. Находим и покупаем палатку тут за 100 груш. Тем самым выполняя задание. Награду дали 150, а чистыми выходит 50 груш плюсом. Ну и самое последнее задание отправка. Просто подбегаем к максути и он нам выдает награды. Сам свой скин 300 груш и 50 тысяч рублей. Ну в общем халява друзья. Я на все это прохождение потратил наверное минут 20-25. На этом все квесты мы успешно выполнили. Давайте разбираться дальше. Как мы уже знаем у нас тут есть магазин. Выбор большой, поэтому давайте соберем 2000 лайков на этой серии. Я сразу же сниму ролик о том, что выгоднее здесь купить. Посмотрим госцены тачек и так далее. Последняя вкладка арена. Тут есть две тематические мини игры. Первые прятки в коробках и пол это лава. За победу мы будем получать от 7 груш. Если нажать подключиться, то нам будет писать, что лобби переполнено. Поэтому заходим в меню, далее арена. Выбираем в начале мини игру и просто уже подбираем ту комнату, где есть свободное место. В прятках нам дается 2 минуты, чтобы подобрать себе коробку, в которой мы будем прятаться. Выбираю например 7 коробку, ждем время и теперь один игрок должен нас найти. Естественно выстрелив по коробке. Я конечно же везунчик и меня слили с первого же раза. Проиграл я тут в общем раз 6-7, было и выигрывал. Награду давали по 10 груш. И блин, за все это время мне ни разу не дали роль ведущего. Шанс на это крохотный. Хотел бы я поискать конечно же сам. По тротам кстати дают ведущим 10 штук. Поэтому за него тоже можно и проиграть. Вторая мини игра пол это лава. Комнат тут жесть конечно. Также подбираем свободную, ждем запуска игры. И тут наша задача просто оставаться на плите и не упасть вниз. Все легко и просто. Изначально их много, потом постепенно рандомная плита загорается красным и затем проваливается. Игра в общем проще простого, но есть конечно дмщики, которые портят всю малину. И это конечно плохо, но админы наблюдают. Так что смело пишите в репорт. Лопаю еще один шарик, выпало задание проехать круг на автобуснике. Это конечно скучно и нудно, задания уже показывать не буду. Но потихоньку их пройду, чтобы получить награды. На балансе у меня чуть больше тысячи груш. И сразу вам скажу, что лучше копите блин на машину. Кстати забираю еще скин с почты Максуту. И вот так он если что выглядит.